Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Группа депутатов Госдумы предложила поднять с 10 до 20 тысяч рублей сумму задолженности, в том числе по штрафам ГИБДД, при которой российскому гражданину запрещается выезд за границу. Парламентарии объясняют свою инициативу тем, что за последнее время рубль подешевел в два раза, официальная инфляция превысила 20%. Сумму в 10 тысяч можно назвать существенной с большой натяжкой, фактически это несколько штрафов за неправильную парковку, о начислении которых водитель может просто не знать, заявил один из депутатов. Добавлю, что из многих регионов поступают сведения о существенном снижении собираемости штрафов за нарушение ПДД. Трасса 101 В Госдуму внесен законопроект, предполагающий создание единого в рамках страны центра по обработке данных с дорожных камер фото-видеофиксации и рассылке писем счастья. Автор инициативы, депутат Вячеслав Лысаков указывает на то, что сейчас в каждом регионе имеется свой центр, выполняющий соответствующие функции, а иногда два, что порождает проблемы. Объединение таких организаций выгодно для государства, так как уменьшится число сотрудников, уверен Лысаков. Еще, по его словам, нововведение позволит сократить затраты на сопровождение программных продуктов и их совершенствование. Трасса 101 Автомобилям, выпущенным более полутора десятков лет назад, нужно запретить передвигаться по российской столице. С такой позиции выступила глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова. По ее словам, цитирую, «многое зависит от года выпуска машины. Какие у нее шины, какое состояние, каков износ». Вроде этот контроль есть, но он не всегда эффективный. Думаю, в этой ситуации было бы логично запретить эксплуатацию транспортных средств старше 15 лет». Конец цитаты. Добавлю, что, согласно опросам, большинство москвичей считают автомобили главной угрозой экологии мегаполиса. Более 60% респондентов поддерживают идею запрета длительного прогревания двигателя во дворах. Индийская компания Bajaj Auto выпустила самый дешевый автомобиль на Земле. Машина стоит всего 2000 долларов – 130 тысяч рублей по нынешнему курсу. Выглядит новинка неказиста, как квадроцикл с крышей. Впрочем, как квадроцикл она и сертифицирована, чтобы избежать лишних затрат. Мотор объемом 200 кубиков, мощностью 13,5 лошадиных сил. Максимальная скорость – 70 км в час. Вес – 400 кг. Продаваться это творение будет в странах Азии и Африки. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова